Полгода на переезд. Именно столько понадобилось двум зебровым акулам, чтобы пройти адаптацию в Приморском океанариуме. Хищники научились подходить на зов водолазов и брать корм из рук. Затем освоили сложные связки элементов. Например, акулы могут с легкостью сделать стойку вниз головой на руке водолаза. Самый большой аквариум нашего океанариума пополнился самыми большими рыбами, которые у нас есть на сегодняшний день. Это акула-зебра. Это настоящая зебровая акула. Самца и самка мы привезли в этом году из Японии. И до этого они проходили адаптацию в научно-адаптационном корпусе. Они приучены, они прекрасно питаются, уживаются. И сегодня они приехали на постоянное место жительства. Самка крупнее самца. Ее длина 2,5 метра. Весит девушка 55 килограммов. Самец вырос до 170 сантиметров и весит всего 30 килограммов. Сейчас акулы привыкают к новому месту жительства. Но работа с ними началась в день переезда. Рыбы, так же как и люди, очень любопытны. Поэтому если что-то появилось, тем более такое большое, то все, вот как только запустили акул, тут же подошли групперы. Причем они тоже очень большие, они подошли и именно знакомятся, именно узнавать. Интерес продиктован тем, можно ли этим поживиться, или представляет ли это угрозу. Мелкие рыбы, для многих мелких таких стайных рыб, как раз вот сейчас можно это наблюдать, как они ходят за акулами, то что они привыкли держать крупного взрослого хищника в поле зрения. Поэтому крупных акул всегда сопровождает стайка более мелких рыб. Акул-зебры нельзя назвать хищниками в полном смысле этого слова. У них массивная голова и каплевидное тело. С такими формами высокую скорость преследования не разовьешь. Основы их рациона – ракообразные и моллюски. Но будут рады и креветке, и кальмару. А вот человека в качестве перекуса такие акулы не рассматривают. Сотрудники океанариума стремятся не просто демонстрировать крупных рыб, а показать наиболее интересные виды. Взрослые особи этих акул имеют леопардовую окраску, но название свое получили благодаря своей детской зебровой расцветке. Она служит для защиты детей. Взрослые особи не трогают агрессивно окрашенный молодняк. Продолжат обучать рыб уже в большом аквариуме, который называется океанская бездна. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.